Ваша бригада особая. У нас в вооруженных силах два таких подразделения. Ваша бригада и бригада механизированная Урубчинская дивизия. И в те времена, когда я служил в армии офицером, это были особые подразделения. И когда мне пришлось более десятка лет тому назад определяться и выбирать бригады двойного назначения, я остановился на этих двух подразделениях. Когда мне пришлось определяться, какие вооруженные силы надо нам иметь, особенно после 2010 года, я понял, что нам надо иметь в запасе подготовленных бойцов, подготовленные части в вооруженных силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к вооруженным силам, но всякое может быть. Примером тому являются Соединенные Штаты Америки. То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал, а во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. И если, конечно, президент Соединенных Штатов Америки выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если наклониться, а не дай Бог, рухнет эта империя, миру будет не сладко. Поэтому две части, которые я в свое время выбрал, хорошо подготовлены, в том числе для того, чтобы не допустить эскалации напряженности внутри страны. Здесь госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом Майданы. На Майдан, если своих нет, у нас маловато майданутых, их подтянут со стороны. Это профессиональные военные бандиты, они специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах. Так было, вы помните, в Ливии, в Сирии, в Ираке идет война, управляемый хаос стало только хуже. Продолжение следует...